ну вот мы снова едем в электричке куда мы едем в этот раз а мы едем в сторону об заново и сделаем кольцо на велосипедах и не только у нас есть еще такие полу велосипеды с не одно доказать часть колеса вот но к нему приделали моторчик и она едет само давать само на колесо поэтому сегодня едем в смешанном составе смешанной группой со смешанными чувствами посмотрим что из этого выйдет да и колеса еще сейчас это все полезь мы в общем выбрались из электрички здесь у нас простор и благодать и сейчас мы найдем какую дорогу по которой поедем соответственно вперед поедем обязательно а вы писать алга поедем ну значит да он не останавливается да и такое дело вот а погнал 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 вот и снежок пошел так так вот мы на обзановском водопаде людей всегда привлекает падающая сверху вода и в данном случае даже прямо с утра уже очередь толпа народа посмотрим что у нас тут имеется у нас имеется снег инзерт велосипедисты здесь у нас есть водичка очень удобно вот такой файл пубик плитка это блога вопроска неводы неприличаемые поэтому можно все это дело короче вот такая штука и вот на такую налить образовала сверху голубой лед к нему тут все подходят фотографируется почему-то эта штука всех привлекает она какая ну залазим обратно короче нет я не шла за тобой сам да дисполька там он еще вот у нас водопад вот эта дорожка и вот здесь такое притягивание локальное вон колесо открутится или пилинг снега производит тяжелой заразы он пусть и сам заехал это рашид бабай обозвал нас прошлогодними вот мы доехали до деревни белоруса александровка здесь вот такой аутентичный родничок там даже вода вкусная достаточно и торопа сюда протоптано люди водичкой пользуются он или к местные жители проехали примерно 40 километров и заехали в небольшой закуток ну как заехали просто с дороги вот так вот ползли вот здесь нету ветра который поднялся встречный тем более у нас и такое приятненькое место низиночка где можно спокойно постоять попить горячего чая из термоса отдохнуть потом поехать дальше вот короче такие вот моноколесники сигаретой и с палкой жесткая сцепка вот так жестко выглядит сцепка на моноколесе так ну в общем и целом мы едем дальше ситуация такая у нас дует попутный ветер вот короче такая дорога здесь ветер дует почти в спину причем дует настолько сильно что приходится даже притормаживать просто даже там остановиться а здесь вот у нас есть тихо спокойно такой прямо закуточек там велосипеды стоят сидела очень классно вообще прям сдувает и без прям ветер скупина такой материнный там дальше какая-то башня напорная который хлыщет и получается прикольный фонтан сейчас мы сцеркнемся группой и поедем смотреть фонтан деревня узун варова вот такая ситуация что-то короче вот такая штука прикольная здесь вот все прямо льется вообще вот так вот интересно а мы идем смотреть здесь лед здесь лед купается он тут и все льется прикольно прикольно такой голубой лед прикольный прям вообще чист такой голубой лед кому-то видимо много воды и излишки сливают просто деревне что-то могут ехали весь день по какой-то хмаре то есть там низко область не сбыл а там местами прямо там снег сильный шел ну прямо вообще такой прямо это грустно и серо и мрачное все было а вот тут раздуло ветер сильный и облака походу тоже разорвало раздуло этим ветром и у нас здесь такое солнышко выглянуло морозное зимнее а 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 и вот такая у нас погода ветрище солнце дует целом вообще интересно классно тут для примера чтобы показать как здесь сдувает вот так выглядит дорога ну в общем вы поняли да и 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 а поедем мы на великах вон туда вон в сторону ну чё по идее наш поход можно же считать законченным вот мы доехали до моста через инзер рядом с деревни карагай проехали примерно 70 километров гоупрошка замерзнет и отключится наверное ну в целом все дальше уже снимать нечего то есть все мы приехали карту покажу вот такое местечко прикольно